И снова привет дорогие друзья! Сегодня мы продолжим проходить за Кирсет Форест Как мы помним, в последний раз мы остановились на этом моменте, я здесь умер Так, на всякий случай гляну в туалет, обычно оттуда что-то вылазит О, блин, в этот раз оттуда ничего не вылезло, это хорошо Попытаюсь сделать данный выпуск без матов Так, ну ладно, начнем потихонечку проходить, сейчас мы помним, что произойдет дальше То есть в этом случае я должен буду сказать, по идее я должен был материться, а не даже что-то говорить Берем камень, кстати, не совсем понятно, зачем мы берем, он отображается, как правило, либо красным, либо белым Теперь я должен начинать писать слова, что-то вроде эпическая сила, что ж это такое-то Оп, все, стоим, только я потом не знаю, куда мне надо сюда бежать, деваться Так как меня здесь два раза убили уже Причем не совсем ясно откуда, но лучше мы, наверное, выбежем из этого домика, как только это все закончится Спасибо, что смотрите меня, мои друзья Я очень благодарен вам за это Помогайте развить мне мой канал Так, ну ладно, давайте вернемся в игру Я вот сейчас просто не совсем знаю, что дальше А, так вот, здесь вправо так ну ладно я уж не совсем помню куда мне здесь дальше идти так как я проходил тоже давненько первую часть прохождения не совсем знал как здесь сохраняться загружаться ну как видим здесь при нажатии а вот ластик point идет ну так как нету при загрузке игры сразу вот это то есть я нажал new game у меня вылезла экран по новой я так подумал так как же остальные люди снимают let's play за раз что ли все проходит так ну да ладно такая тучу за домик так ну куда я по-моему заходил там ничего такого не было ни страшного ни ужасного совершенно темно чем-то ходит там еле-еле ну я так понимаю этот домик делался для следующего может быть патча там чтобы что-то сделать блин игра действительно нагнетает длинная дорога назад попытаюсь вас пока как-то развеселить совсем знаю правда как это сделать опачки камешек бал блин жутковатый действительно сейчас что-то наверно произойдет что сейчас что-то было так прошлый раз я видимо пришел оттуда во теперь мы сходим вот сюда бегать глав персонаж у нас здесь не может как мы все это прекрасно помним какой-то ведерко прошлый раз когда я его открывал да ну нафиг прошлый раз там было яблоко когда его открывал но я никак не думал что туда это девушка спрячется так ну ладно да вот парень с ником круза действительно молодец на некоммерческой основе сделал эту всю игру причем наш русский русский сказать у нас я смотрю русский инди хоррор начинает процветать потихонечку взять того же ванюху с его серии за и керсет стрит и вот еще один человек надеюсь что на ту хорошие отечественные хорроры там что-то горит но я туда даже идти почему-то не хочу так ну ладно давайте посмотрим не правда страшновато все это дело о не я туда не могу пока идти понятно значит надо что-то дальше открыть будет чтобы пройти здесь это тоннель свет горит мне кажется здесь по любому это замануха там внутри на самом деле не не здесь закрыты слава тебе господи не ходил за не хотел заходить даже в эту станцию да но девушка из ведра это что-то новое так а можно еще пройтись по железной дороге так давайте наверное сходим по железной дороге посмотрим какие ништяки нас там ожидают недавно вот проходил дайлайт довольно таки она меня так нехило напугала хоть всего лишь первый проект на Unreal Engine 4 ну довольно таки понравилось пути перепроходить надо много раз мать господня ну там вот что-то лежит давайте прогуляемся сначала до тоннеля глянем что там у нас мне почему туда даже идти не хочется с этими звуками э э уэ давай немного погуляемся блин у меня аж мурашки по всему телу Давай только ты не будешь рушиться на меня. Блин, я вообще ничего не вижу в этой игре, как мы помним, нет фонарика. Юдит, окей. Так. Нет, может быть нам на самом деле не надо идти в этот тоннель, достаточно взять под камень. Кстати вот, чем мне понравился разработчик, он молодец, он не только по основным путям расставил всяких скримеров и так далее, он это сделал еще в совершенно необязательных вещах, как я думаю, в этот тоннель он по сути нафиг не нужен. То есть в этой игре можно множество раз уберечь, просто ходят, так сказать, туда-сюда, так, о, он же точно у меня прыгать умеет. Блин, я сейчас боюсь, этот скелетр я сзади, наверное, живет, значит, призойдет. Срань, господи. Блин, я даже выходить отсюда боюсь. А что это упало там на крышу? Мне ничего не было. Так, ну ладно, давайте мы в тот туннель, наверное, не пойдем. Нам, наверное, там делать нечего. Нас так сейчас по дороге назад, скорее всего, напугает. Посмотрим. Так вот, по пути необязательных мест, как вы помните еще в первой части прохождения, то есть банально заглянул в туалет, убили, залезло на крышу. Блин, эээ, не, вообще не... Может, там помочь кому-то надо? Не, ну их нафиг, мне бы кто помог. Блин, действительно, какая-то атмосфера ужаса прям, я бы сказал. Так, вот у нас еще одна дорога. То есть, в принципе, игры у нас... Ну, блин. Развивается на том, что мы идем, появляется несколько ответвений, на них собираем все части, у нас появляется дорога куда-то дальше. Блин, я не совсем люблю заходить в дома. Ну, видимо, здесь мне это придется сделать прям по-любому. Вот какая-то жизнь. Чуть здесь произойдет. Сейчас мы возьмем камень. Так, и че? Музыка куда-то исчезла? Блин, ну, еще идет такие. Так, ну, ребят, я ж пообещал без матов, поэтому я постараюсь все-таки не материться в данном выпуске. Блин, а? Классно, классно. Очень нравится. Особенно, когда играешь ночью. Это сейчас еще такое... Может быть, проход сейчас там открылся, кстати, вот куда мы не могли зайти. Сейчас мы это посмотрим. И, насколько я помню, возле дерева была еще одна какая-то развилка, куда я не пошел. Сейчас сначала посмотрим на развилочку вот этих на воротах, которые... Пустят ли нас сюда? О, отлично, нас сюда пускают. Это не может не радовать. Блин, я надеюсь, мне потом не в тоннеле надо будет в этот идти. Че-то где-то гремит. Так, ну ладно. Кто-то долбится. Давайте возьмем... О, мы нашли голову. Так, и че? Че-то я ничего не могу сделать. Здесь че? Че за адский ветер, блин? Ага. Так, я... О! А как мне здесь пройти тогда? Может быть, тут дорога дальше куда-то открылась? Там вот где я взял... Да нет. Там, как видите, там темно. И там меня по-любому какая-нибудь фигня жестко так напугает прям. Либо вообще убьет. Вот игры, кстати, часто убивают, я смотрю. Вот здесь что-то зелененьким горит. Да нет, нет ничего. А-а-а! Вон ну че. Понятно, это нам дорогу показывает. Это хорошо. Можно было, конечно, ради интереса туда подойти. Но мы-то знаем, чем это все закончится. Поэтому туда не пойдем. Мы спокойненько покинем данную локацию. Вот, дорога на мост открыта. Так, а я же вроде как русификатор поставил даже. По идее, по-русски даже написано. Но я так понимаю, перевелись тогда только записки. Так как просто раз мы играли в английскую версию, сейчас мы играем уже в русскую. Так, а я не совсем понял, что вообще здесь в общем произошло. Насколько помню, главный герой ехал к маме в город. У него случился сердечный приступ. Но он решил, как обычно, срезать. А-а-а! И лезь! И он решил срезать дорогу через лес. Через проклятую какую-то дорогу. Вот он по ней поехал. Так, вот, да, вот оно дерево. Здесь будет где-то другая дорога, насколько я помню Поехал через лес и встретил вот какой-то чёрный силуэт, видимо, по типу их Я вот всё-таки так и не понял, их всё-таки гоняет баба и парень или только баба Мне почему-то кажется, что ещё поначалу парнишка бегал, он меня вроде как не убивал А убивать меня только его ж не злостная сестра Не совсем понимаю, почему она, конечно, это делает Ну да ладно Так, блин, вот сейчас бы вспомнить, где эта развилочка была Так, что-то вот сейчас, видимо, то ли произошло, то ли что, моргнуло Блин, а почему он не может бежать? И где была эта развилка? Я сейчас, по-моему, вообще назад уйду уже Так, по-моему, мы пришли вот как раз из этого тёмного леса Да, насколько я помню, было жутковато там идти Вот так вот он пришёл, начал читать записки Здесь произошло что-то в 1961 О-о-о! О, чё, 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 чё за хрень? И вот, когда я проходил в нем от дерева, то, там были повешены вот эта девочка и мальчик А, вот он, мы как раз нашли, видимо, мост Отлично По крайней мере, мы знаем, куда идти и что делать Кстати, вот в этой игре довольно-таки интересно прям исследовать, всё ходить, всюду смотреть Есть непонятные яблочки Вот он идёт медленно Вот сейчас вот прям стопудов что-то должно произойти Так, ну ладно Давайте ещё мост обвалится Хотя нет, здесь особо физический движок-то сильно крутой О-о-о! Тут хотел сказать, что физический движок не прикрученный и мост обвалился Но решили это не показывать, так как это, видимо, выглядело не совсем красиво Вот сейчас я не могу ничем двигать Он решил, видимо, пойти посмотреть Давайте глянем, что там вообще снизу О-о-о, туши-тош пошёл Показываю прям все прелести движка Ладно Ну ж, пойдём дальше По крайней мере, пока я с вами разговариваю, мне не так страшно проходить Блин, какая-то фигня сейчас, что ли, с него была Она просит ей помочь Что за фигня-то? Это домик Что-то у нас дорожка дальше Дорожка вниз Вот, ну сказать, у нас тут целая, блин, довольно-таки большая локация, которую надо будет исследовать Ладно, давайте начнём, наверное, с этого домика А потом пойдём, наверное, как к тому козлу погреемся Блин, почему здесь так темно? Где-то что за фигня? Камни, надо собрать все камни Ладно, давайте возьмём Ну, как эффектно-то, кстати Прям под гром пропало Вон, мы нашли какую-то записочку, видимо Вот, как видите, всё на русском Всё готово к предстоящему ритуалу Завтра мы пробудем дух, который он подарит нам вечную жизнь Не могу дождаться Мне немного жаль нашу дочь Сару Но ведь наша цель изначально была вырастить её ради этого дня Эта жертва не будет напрасно Уверен, на том свете ей будет лучше Так, ну вот, мы теперь начинаем чуть-чуть понимать Что здесь вообще происходило Видимо, здесь жила семья Которая хотела свою дочку принести в жертву Какому-то духу И, видимо, она принесла Жертву, мне так кажется, почему-то Вот здесь горит огонь Я не могу сюда пройти Это вот, наверное, как раз камень Где принесли в жертву, на самом деле Блин Это, видимо... О, да я трупак собрал Так И что нам дальше надо сделать? Я собрал все её части Так, а больше я ничего здесь не могу сделать Что-то звуки какие-то там странные А, это костёр горит Так, ну ладно Собрали трупак, пойдём назад Видимо, нам надо сделать какой-то обряд Чтобы дух этой девочки А, упаковился в мир иной В нормальный Так, насколько мы помним У нас здесь две дорожки же, да? Или это та же, откуда я пришёл? Нет, это выход куда-то к реке Давайте пойдём сюда Там есть что-то туда дальше Так, мне кажется, здесь какая-то конечная Локация идёт Вот Нет, конечно, как раз там, да, их идти Значит, пройдём сейчас за домик Глянем О, маяк Маяк это серьёзно Блин, мне главное, пистануть замёрз Уж, наверное, в кастрюбу хоть погреться пройти Было бы вообще классно Дверь ещё так приоткрыта Так, а я чё, я сюда зайти не могу, что ли? У тебя дождик спрятался Может, пройдёт сюда? Да не знаю, нет Ну чё, как мне пройти к этому маяку? Вообще, зайти туда? Какие звуки там странные, смотрю, доносятся Так, и что? Куда мне тогда вообще идти-то здесь? Вниз я не могу В маяк я зайти тоже не могу То есть даже не вылазит, чтобы наявжать, заюзать Ну ладно, давайте дальше походим Поисследуем локацию Неплохой вид Так, а кстати, а как здесь открыть журнал Я вот чё-то как-то не знаю Отраз, фокскрин То всё, всё не то Может быть мы до этого брали какую-то записку Где было написано, что надо делать Ну кстати, сверху он там как будто то ли огонёк, то ли что Нет, это мне кажется О, а у меня южа не вылазит, чтобы заюзать Понятно То есть вот как раз сюда нам надо и вставить все вот эти камни Чё-то у меня вставился только один Остальное вообще не южается О, а, может быть в определённом порядке даже Хорошо, посмотрим Не, ну камни же я, насколько помню, я больше собрал Да, третий Вот четвёртый Сейчас, по-моему, будет вот этот здоровенный камень сюда вставляться И какая-нибудь сейчас хрень произойдёт Чё за фигня Эпические кирпичи, да чё, блин, происходит-то Происходит что-то совсем неладное О, я освободил её душу Офигенно Классно Мне почему-то кажется, знаете, как в любом фильме Это ещё не конец Что-то, видимо, произойдёт Почему я идти не могу? Он у меня ходит прям еле-еле Не хотят же они сказать, что это концовка игры Нет, всё, он пошёл Он почему-то может бежать только вперёд Я не мог сейчас двигаться У-у-у-у Не-не-не, надо валить отсюда срочно Там чё-то надо, наверное, в маяке спрятаться от всех этих дел Блин, меня настигает эта здоровенная буря Она всё ближе Давай, прячься, мужик, прячься И? Ну, заходи внутрь уже Блин, мне всё-таки, наверное, надо было вниз по дороге идти Я туда уже, наверное, не пройду никак Всё, смысл, сошачки спали Так, ну ладно Это чё, мне сейчас по новой всё, что ли? Так, ну ладно, хорошо, сейчас мы попробуем вниз уйти Уходим по новой моментик Блин, ну они у нас действительно, они как-то по очереди втыкаются всё Так А зачем тогда сделан маяк, если туда не можем зайти? Так, ладно Сейчас опять у нас будет происходить Убавление её души от страданий Режиссура-то, главное, неплохая Надеюсь, он выпустит ещё какие-нибудь хоррор-игры Возможно, даже уже на платной основе В Kickstarter и Steam Greenlight поддастся Так, всё, это улетело Сейчас мы попытаемся очень быстро убежать туда вниз Только я не понимаю, если за мной такая буря Зачем мне бежать вниз к лодке? Я же не уплыву отсюда Поворачивать, видимо, что там начинает происходить Ладно, хорошо, бежим очень Спытаемся, по крайней мере Так, 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 так Ещё деревья падают Блин, я уже думал, сейчас будет как невидимая стена И нельзя пройти из-за этого дерева Так, ну вот, отлично, локация открылась Мы бежим к лодке, ребят Наверное, всё наше приключение на этом закончится Мы спокойно уплывём Но, к сожалению, как мы знаем Лороры, как правило, хорошо не заканчиваются Бежим быстрее Ветер начинает нас догонять Вот она уже лодка Мы очень близко Так, и... Моё сознание помутнело В голове слышался тонкий, приятный женский голос Он говорил мне спасибо И уже через мгновение я очнулся, увидев Как спасатели несут у меня носилка в карету скорой помощи Небо снова стало ясным И солнце светило ярко Кроме спасателя, вокруг и было много полицейских Они осматривали мою покорёженную машину Недалеко лежали ещё пара автомобилей По внешнюю виду они находились там не менее 20 лет Рядом с ними находились наполненные мешки Вроде тех, в которых заворачивают мёртвые тела Ну, тут мой взгляд Прикал ангелский белый силу Женщины в белом пушном платье Которая стояла за спинами спасателей На истючащемся полупрозрачном лице Отразилась улыбка И в который раз Знакомь между голосом Сказала мне спасибо Вот мы спали Спасли девушку Которую Принесли в жертву Этот дух на всё время преследовал Я так понимаю Который жил в высшем теле В высшем душе Вот мы прошли Всем, ребят, спасибо за просмотр Подписывайтесь на мой канал Буду признателен Ставьте лайки С вами был Лёха Сметник Всё, всем пока Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok